МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города Прибайкалья на канале Ангара-Медиа. С вами Ангелина Борисова. С понедельника в Ангарском перинодальном центре планируется открытие гинекологического отделения. Сейчас там проводится дезинфекция и все необходимые работы в рамках санитарно-гигиенических требований. А вот о полном возобновлении прежней деятельности родильного дома говорить еще рано. По словам медицинских работников, никто не озвучивал даже примерных сроков. Из 600 коек, выделенных под ковидных больных, более половины уже сократили. Гинекологическое отделение будет готово оказывать необходимую помощь со следующей недели. По словам сотрудников, перинатальный центр функционировать в прежнем режиме пока не может, так как ожидается очередная волна заболевших коронавирусной инфекцией. Ангарчанок также будут отправлять на роды в соседний Иркутск и Уссули-Сибирское. Пока ждут третьи волны. Никаких нам сроков не дают вообще. Про роддом пока нет речи, потому что суд на полосе закрывать не получится. Отдельно один этаж выйти. Нужна и операционная, и реанимация нужна. То есть мы не можем пока себе этого позволить. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости. 360 Ангарск. В Иркутской области с 25 числа все детсады начнут работать штатно. Напоминаю, сейчас в них введен формат дежурных групп. Таковых почти 850 учреждений, чуть менее 5,5 тысяч. Их посещают свыше 82 тысяч воспитанников. На карантине сейчас только один детсад в Нукутском районе. Между тем, специалисты Роспотребнадзора заявили, показатели заболеваемости коронавирусом ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня. В ведомстве не исключили, что в начале весны заболеваемость может снова немного вырасти. Это характерно для сезонных инфекций. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. В Иркутской области обнаружен новый способ обмана пенсионеров. Отметим, именно пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией для мошенников. Все подробности далее. Походы в пенсионный фонд для пожилых жителей Иркутской области – привычный ритуал. Казалось бы, все просто. Пришел, написал заявление и получил услугу. Но теперь в эту простую схему пытаются вписать себя мошенники. С прошлого года в отделение пенсионного фонда по региону поступило 90 письменных обращений, составленных различными фирмами от имени граждан, о перерасчете размера выплат. В этом году таких заявлений пришло уже 8. Конторы сами связываются с пожилыми людьми, обещают прибавку, и за деньги предлагают составить соответствующее заявление в пенсионный фонд. В итоге за бесплатную услугу фирмы берут минимум 30 тысяч рублей. Вот передо мной только за эту неделю поступившие 4 обращения граждан. Причем, я так понимаю, аппетиты растут у этих людей. И если раньше они отправляли от имени фирмы заявление в отношении конкретного человека, то теперь они просто подделывают подписи этих людей, они шлют заявление от имени пенсионера. Но не только юридические конторы покушаются на финансы пожилых жителей. Мошенники могут выдавать себя, например, за соцработников. Волна подобных преступлений прокатилась в Прибайкале прошлой осенью. Под видом волонтеров зломышленники проникали в дома, а затем уносили с собой накопление бабушек и дедушек размером от 40 до 500 тысяч рублей. Толкают пенсионеров к финансовому краху и всевозможные брокеры. Так, совсем недавно жительница Устилинска лишилась почти 700 тысяч рублей, решив заработать на бирже. Отметим, пенсионеры в Иркутской области являются наиболее уязвимой категорией для мошенников. Чтобы пожилые люди вовсе не остались без денег, важно доносить до них опасности современного мира. Альберт Домнин, присоединение НТС, новости 360 Ангарск. Самое время объявлять в розыск. Ангарчане стали реже наблюдать на дорогах снегоуборочную технику. В основном ее можно видеть в центре города. Однако большинство улиц утопают в снегу. Водители испытывают трудности в перестроении. Зачастую бывают аварийные ситуации. В тех местах, где проходит грейдер, на обочинах остаются сугробы, убирать которые никто тоже не торопится. Это затрудняет движение пешеходам. Ранее администрация Ангарского городского округа заявила, что для зимнего содержания улиц привлечено 5 подрядных организаций, а именно 54 единицы техники, которые обслуживают свои участки. Перед коммунальщиками стоит задача в первую очередь очищать самые загруженные дороги, подъезды к городу и центральные улицы. Также оперативно освобождать от снега автобусные остановки и тротуары. Слова, к сожалению, часто расходятся с делом. Тариф на вывоз мусора в Прибайкалье с 1 июля станет меньше. Причем сразу на 13%. Это стало возможным после внесения изменений в приказ областной службы по ценообразованию. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами снизится на территории зоны юг. Как сообщает НТС, это значит, что жители таких городов, как Иркутск, Ангарск, Тулун, Уссули-Сибирская, Саянск, Бадайбо будут платить меньше за вывоз мусора. К примеру, если раньше собственник квартиры отдавал за эту услугу 250 рублей, то с 1 июля для него она будет стоить 217 рублей 50 копеек. В целом же система расчетов по обращению с отходами для жителей останется прежней. Сейчас жильцы многоквартирных домов платят, исходя из жилплощади, а владельцы частных домов отдают деньги по количеству проживающих. Дифференцированный метод начисления суммы за утилизацию отходов действует в Прибайкале с начала 2020 года. Альберт Идомнин, Новости, 360, Ангарск. Розничные цены на автомобильное топливо после недолгого затишья снова пошли вверх. На прошедшей неделе бензин дорожал во всех округах. Наибольший рост цен отмечен в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области на 30 копеек за неделю. Такая же ситуация сложилась в Братске. Там, кстати, подорожал не только бензин, но и солярка. В остальных субъектах рост составлял до 25 копеек. А вот в Тыве бензин АИ-92 подешевел за 7 дней на 2 рубля 26 копеек. Новобранцы Ангарского полка оперативного назначения Росгвардии приняли торжественную присягу. В этот день каждый из них с гордостью произнес одни из самых главных слов в своей жизни – клятву на верность своей родине. Всего на верность своему отечеству присягнули 20 новобранцев из Иркутской области. До этого молодые солдаты успели пройти курс начальной подготовки. Парни изучали устав, занимались физической, строевой и огневой подготовкой. Все военнослужащие были призваны из Иркутской области. В течение месяца прошли подготовку и сейчас завершающий этап этой подготовки – это приведение к военной присяге. Этот ритуал проводится только один раз. Военнослужащие присягают один раз в жизни только отечеству. И клятва это дается на всю жизнь, навсегда. Прежде чем получить допуск к практическим занятиям, личный состав был проверен на знание теоретических основ стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, его материальной части и мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Для каждого новобранца принятие присяги – очень значимый момент в жизни. Военная присяга – это особый этап в жизни каждого мужчины. Он становится полноправным военнослужащим и защитником Отечества, готовым к любым задачам. Мы все рады и гордимся, что проходим службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения свою любимую маму – Гурченко Алла Сергеевна. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости. 360 Ангарск. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Болевая точка. Молодая мама 7 лет терпела побои сожителя, который старше ее почти на 40 лет. Знай наших. Ангарчанка стала победительницей кулинарного шоу-конкурса «Народный шеф-повар». Семья. Последний месяц 2020 года в Ангарске побил рекорды по разводам. Распалось 110 пар, а зарегистрировалось 95. Жилье мое. Что будет с домом 335-й серии с трещинами, появившимися после землетрясения? Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Не переключайтесь. Далее немного о полезной рекламе. В стоматологическую клинику на постоянную работу требуется медицинская сестра. Требования. Наличие действующего сертификата, умение работать на ПК, исполнительность. Подробности по телефону 8 908 668 07 83 или 5503 79. Клиника Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований – единственное научно-медицинское учреждение в городе, которое предлагает широкий спектр функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики, мультиспиральной компьютерной томографии, остеоденцитометрии, консультации врачей разных специальностей, в том числе аллерголога, эндокринолога, кардиолога, ревматолога. Мы ждем вас по адресу 12-й А микрорайон, дом 3, телефон 557 557 5543 27. Если у вас есть темы до сюжетов, то звоните по телефону 54 88 07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники», а еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск-360». Это было все на сегодня. Говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале «Ангара-Медиа» и я, Екатерина Кусюмова. В Байкальске 21 января солнечно. В обед температура воздуха составит минус 15 градусов. В темное время до минус 17. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. В Листвянке такая же погода. Днем температура поднимется до минус 17 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 19. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг солнечно, в обед 22 градуса ниже нуля. Ночью 24 мороза. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале «Ангара-Медиа». А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»